Ярмарка-вакансия – это удобная площадка для того, чтобы напрямую пообщаться с потенциальными работодателями, узнать, какие специалисты в городе востребованы и нужны, а также трудоустроиться. Управление по труду, занятости и социальной защите Брестского госполкома уже во второй раз проводит эту масштабную акцию. Её цель – содействие в трудоустройстве учащейся молодёжи свободны от учёбы, времени и трудоустройства выпускников учебных заведений. Ведь здесь будущие выпускники могут договориться и о направлении на распределение после окончания вуза. У нас уже проходит вторая республиканская молодёжная ярмарка в Аханте. В прошлом году мы её проводили в мае, в этом году в апреле проводим. Вот у нас 24-25 апреля приглашены учащиеся учебных заведений города Бреста с целью трудоустройства их на период летних каникул. А выпускники учебных заведений могут себе подобрать вариант уже трудоустройства на постоянную работу после окончания учебных заведений. В основном это, конечно, ребята с 16 лет, потому что у нас предприятия, которые в принципе могут использовать труд ребят только с 16 лет. Это не вредное производство, но всё-таки 16 лет уже должно быть. Предприятия разные, частные и государственные формы собственности. Представлены у нас предприятия здравоохранения, торговли, железная дорога. У нас представлены промышленные предприятия. Поэтому, в принципе, выбор довольно-таки большой. В течение двух дней у нас в мероприятии принимает участие 60 нанимателей города Бреста. Заявлено более полутора тысяч вакансий. Хотелось бы для начала отметить, что у нас который год уже по городу Бресту наблюдается диспропорция. То есть у нас количество вакансий, количество желающих поработать гораздо меньше. То есть в десяток раз у нас вакансий больше, чем количество желающих работать. Поэтому мы решили на сегодняшнем этапе, начиная с молодёжи, заниматься ориентацией их непосредственно, чтобы они уже выбирали для себя рабочие места и в будущем уже приходили конкретно уже сформированные личности, готовые работать на конкретных предприятиях. Наиболее востребованные у нас специальности – это водители, инженеры. Поэтому в основном такие. Первый же день ярмарка вакансий посетили сотни юношей и девушек. К спросу мусоискателей пользовались стенды представителей Санты, Брестского мороженого, Парка культуры и отдыха, Саушкина продукты, медучреждений. Трудовой штаб БРСН также предлагал попробовать свои силы в тематических студотрядах. Найти работу по душе мог каждый, было бы желание. Мы готовы предоставить вакансии санитарок в разнообразное отделение нашего учреждения. Ну, конечно, хотелось, чтобы они были совершеннолетние, потому что работа предполагает вредные условия труда. Поэтому будем рады видеть и студентов, учащихся в всех учреждениях города Бреста для работы в нашем учреждении. Брестский городской комитет БРСН ежегодно принимает активное участие в молодежных ярмарках в вакансиях. Путем реализации республиканского промо-проекта «Выбираем 100 отряд». Это проект, который направлен на информирование молодых ребят, студентов, учащихся в колледжах, в вузах, о возможности трудоустройства летом в период третьего трудового семестра. Каждый желающий может оставить свою заявку на трудоустройство, либо заполнить письмо и анкету, либо отсканировать QR-код и заполнить ее в Telegram-боте. Ежегодно мы трудоустраиваем студента по семи профилям деятельности. Это у нас и строительные отряды, производственные отряды, сервисные, медицинские, экологические, сельскохозяйственные и многие другие. Для тех ребят, кто не определился с направлением, в котором они хотят работать, специалисты службы занятости провели профориентационное интернет-тестирование, а также дали несколько советов. Нас пригласили от колледжа. Интересная вакансия строителей. Больше, наверное, сконцентрироваться на будущей профессии, потому что я пришла сюда ознакомиться со всеми не только, и подработка на лето тоже для меня важна. Я хочу ознакомиться с силовыми структурами, а в будущем поступать на милиционера хочу. Мы пришли вместе с классом, мы хотим найти работу на лето, и вот у нас появилась такая возможность. Ну, пока что строительные какие-то специальности. А уже 26 апреля Управление по труду занятости и социальной защите Брестского госполкома приглашает брещан предпенсионного и пенсионного возраста принять участие в серебряной ярмарке вакансии. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.